Nissan GTR 50, заявленный еще два года назад, наконец готов отправиться к клиентам. Модель, построенная на базе серийного купе GTR Nismo, стала своеобразным подарком сразу к двум большим юбилеям. В 2019 году 50-летие отметила сама модель Nissan GTR, вышедшая из заряженного скайлайна. А годом ранее полвека справила итальянское ателье Ital Design. Разработкой уникального автомобиля занимались по большей части ниссановские специалисты. На Ital Design помимо собственного дизайна возложена сборка партии из 50 машин. Техника исходного GTR Nismo была доработана. Битурбомотор V6 форсирован, шестиступенчатый преселектив перенастроен, а подвеска и тормоза усилены. Так в ходовой появились адаптивные амортизаторы Belstein, углерод-керамические тормоза Brembo, а также разноширокие колеса спереди и сзади. Несмотря на прежний размер колесной базы, пропорции машины здорово изменились из-за полностью оригинального кузова. Юбилейная двухдверка длиннее, шире и ниже своего серийного собрата. Вдобавок внешность можно взбодрить спортивной ливреей, а вот перекраивать салон авторы проекта посчитали лишним. За стандартную версию заказчику придется отдать 990 тысяч евро. Увеличить цену можно, заказав оригинальную окраску, углепластиковый обвес и гидропривод антикрыла. Выпуск машин начат, но сходу распродать полсотни непривычно дорогих Ниссанов не удалось. Несколько экземпляров еще доступны для заказа. Клиенты, оплатившие суперкары, начнут получать их примерно через полгода. Год назад компания Volvo объявила, что все ее автомобили не смогут разгоняться быстрее 180 км в час. Теперь обещание выполнено. Отныне все новые машины марки, вне зависимости от модели и мощности, будут иметь принудительный неотключаемый ограничитель. Вдобавок заявлена функция, которая позволяет владельцу еще снизить порог максимальной скорости. Это пригодится, если за рулем окажется неопытный водитель. Добавим, что среди мест, где ПДД допускают движение со скоростью более 180 км в час, есть Германия и британский остров Мэн. Продолжение следует...